привет всем друзья 29 декабря 2021 года подходит к концу месяца и собственно год 21 в беларуси декабрь такой поистине зимний месяц в этом году в отличие от прошлых лет с морозом и снегом у нас традиционный обзор постройкам и начинаем начинаем с первого переулка крылова вот этот дом которыми в прошлом обзоре говорил что коробка будет готова к концу года витебского дск так она и получилось это 40 квартирный панельный дом как вы видите там сзади экран не виден буквально за пару месяцев видно не коробку но там и не знаю будет у нас отделка или нет но написано что феврале сдача 22 года жители конечно вот этого дома не в восторге ну потом посмотрим сколько тут будет с машин во дворе насколько будет некомфортно жить тут заехал ради любопытства на второй перевод белинска смотреть данный вот этот 46 дом потому что ни машин тут не людей я не наблюдаю наверное не сдам смотрите сами ни на одном балконе никаких признаков жизни нет между прочим уже конец года и работа не ведутся и и в остальном тут все по старому ничего эти корпуса никто не сносит бывшую ага по 8 освободившихся ничего не строят музей заслонова по улице молокола с этой стороны решил этот раз его снять видна уже входная группа как сделано обыграна этот монумент начинают утеплять фасад и потом как он каким-нибудь скорее всего вент фасадом его обыграют этот у нас елка если докажи и товарищ киров заснеженный на углу красноармейской и могилевской вот эти вот два торговых объекта возле санте и вот этот вот крайний очень уж на кафе какой-то похож с таким большим истеклением быстро построили но теперь видимо приостановлено строительство до теплых времен на объекте поликлиника видите уже какие подвижки большие уже вяжу терматуру монолитит столбы специально снял с этого ракурса чтобы по солнцу было то есть это будет скорее всего такой каркасник я честно говоря думал что она будет сугубо кирпичная но тут мощные подвалы такие смотрите уже вырисовывается сам контур поликлиники повалили тут кучу деревьев вокруг или они сами попадали в общем как-то так техники стало еще больше на объекте коммуникации тянут к дороге так 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 В том же Заднепрове-4 строительство гаражного кооператива, Пытовочку поставили, непонятно зачем брали плитку с тротуаров, бордюры. Объяснение одно, либо будет расширять ту улицу, либо что-то еще. И вот они гаражи, как я предполагал, такие обычные боксы типовые для гаражей. А вот тут слева должна пройти еще и дорога чуть дальше туда, закольцовывать этот район по генплану. И вот она, убранная плитка, сложенная аккуратненько. Непонятно, поставили светофор на улице Соляниковой, Соляникова-Лан. А улица-то по сути тупиковая. Зачем он тут? Может кто-то в курсе каких-то планов? Да, улица должна, по идее, уходить дальше. Но, как мы видим, пока что она упирается в кутейнку. Ну и тут уже земляные какие-то работы. насыпают кучу песка. Возможно, даже вывозили этот песок. Там, где поликлиник устроит с того места. Прекраснейшая природа, смотрите, какая. Главную елку города в этом году решили ставить не на площади коллегиума, линзуитов, как всегда, на площади Ленина. Как было в советские времена. Вот такая хиленькая ярмарка еще. Где немного. Может потому что будний день. Показываю окончательный вариант балконов в доме номер 74 по улице Мира. Черемушки. Вот так вот они выглядят, новые балконы. Демонтировали старые, я показывал в прошлом обзоре. Сделали вот такое. Ну, как бы, с точки зрения то, что они новые, это хорошо. С точки зрения эстетики, ну, не очень. Я помню этот дом в первоначальном виде. Тут были интересные такие решения. В стиле 70-х. Сейчас вот сделали просто металлопрофилем. Кто-то из зрителей написал в комментариях, что вот на территории инструментального завода по пограничной, хотя это, в принципе, еще улица Мира. Если адрес набрать, будет что-то опять торговое очередное. Ну, что, очередной светофор, я так понимаю. Ну, что, коих уже и так приближается к десятку в городе. Ну, место такое, то да, в основном, район восточный, и, в принципе, народ будет ходить, если цены будут такие, как светофоры. На это, наверное, и упор. Последние годы ёлку на площадь земной комбината на проспекте текстильщиков наезжают вот натуральную. Возле дворца культуры. Раньше она стояла вот тут посреди площади и крутилась. Забыл вам показать в прошлом месяце, какой шедевр, в кавычках, построили на проспекте текстильщиков. Одна из главных улиц города. И вот, смотрите, какая прелесть из сайдинга. И пофиг, тут красные зоны, вернее, красные линии. Дресс-код какой-то определенный. Взяли и построили. Единственная выступающая за красную линию здания на проспекте. На углу улицы Свердлова и Марата. Подмарафетили пятиэтажку тоже сделали. Балконы из того же металлопрофиля обшили. И торцовую стену утеплили. И ту, и другую. Продолжаем следить за, можно сказать, ничего не деланием на объекте. Дом, скорее всего, 128 по улице Ленина. Вот, судите сами за месяц, что тут изменилось. Здесь, как ковырялись. В котловане заливали столбики. Так и ковыряемся. Этот дом, наверное, побьет все рекорды по длительности строительства. Хотя на паспорте оптимистично написано сентябрь 22 года. Ну-ну. Посмотрим, что тут будет в сентябре 22 года. Ждать уже недолго. Ну и завершаем обзор на объекте гостиница. Вот она впереди на ваших экранах. В таких заиндивелых деревьях спряталась. Ну, там, в общем-то, немножко уменьшили оконные проемы. Сейчас вот если вы видите. Ставили новые окна. Сделали крышу, стяжку. Ну и, наверное, уже там будет потихонечку делать отделку. Ну, тут у нас ледовая арена. Тут, правда, под солнцем ничего вам видно не будет. И яркое такое солнце декабрьское. И елочка тоже стоит. Спасибо, кто посмотрел. Всех с наступающим Новым Годом. И Рождеством, кто православные. В следующем году всем, конечно, безусловно, здоровья, благополучия в каждый дом. Потому что 21-й год, конечно, был, мягко говоря, не очень хорошим. Ну, хотя, кому как. В общем, подписывайтесь, кому интересно, на этот канал. Смотрите плейлисты, другие видео мои. Еще раз, не болейте. До новых встреч. Нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова